22 мая Одесский государственный университет внутренних дел встречал своего нового героя. Член большого и дружного коллектива этого вуза Анатолий Волошинов стал чемпионом Европы по боевому самбо. Как Одессит прошел этот путь к пьедесталу в нашем следующем сюжете. Чемпионат проходил в столице Хорватии, в городе Загребе. Сам чемпион говорит, на турнире было представлено очень много команд. Соревнования, которые проходили ранее, таким внушительным составом претендентов похвастаться не могли. Соперники были из Венгрии, Хорватии, Белоруссии, Польши, прибалтийских государств. И конечно же из России, которая является общепризнанным мировым лидером в этом виде спорта. Политики вообще не чувствовалось абсолютно никакой. Очень большой национальный состав был, 29 стран. И это было видно, все экипированные, команда Франции, Германии. Я, допустим, 12 лет назад выступал на чемпионате, я такого не помню. Анатолию пришлось пройти нелегкую дистанцию. В самом начале, говорит спортсмен, его, согласно спортивному сленгу, кинули под фаворита. Это было самое тяжелое испытание, потом стало полегче. Публике наш герой запомнился, в том числе и благодаря своим спортивным навыкам. Я выждал свою позицию, нанес удар, который впоследствии, будем так говорить, это был удар всего чемпионата, это был хороший такой удар. Человек, будем так говорить, ощутил его на себе и в дальнейшем не смог уже продолжать напор. В честь победы нашему чемпиону выручили награды и руководство родного вуза, и спортивные функционеры, и тренеры. Начальство говорит, и город, и вуз может только гордиться достижениями наших спортсменов. А юным курсантам преподаватели посоветовали брать пример со старшего товарища. Я хочу сказать, что мы гордимся нашими спортсменами, мы пытаемся спорт развивать и в нашем учебном закладе, потому что самые такие прикладные виды спорта для работников правоохранительной системы и важливые. Меня попково запросили и курсантов сюда, чтобы они принялись этим вопросом и пытались не просто заниматься физкультурой, с загальной физической подготовкой, а все-таки обладали больше профессионально, больше фахово. Призерами стали и наши девушки. Правда, золото не взяли. Но тренеры нашей сборной уверены, не беда, медали и победы будут. И на всех спортивных соревнованиях обязательно будет звучать гимн страны-победительницы – Украины. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания Круг.